лекция навигационной системы мобильных роботов по большей части это в основном да это больше устройства навигационной системой будет посвящена вторая половина лекции может я сейчас разберусь как переключать клавида в общем на этом слайде вы можете заметить различные типы мобильных роботов здесь представлены естественно не все это первые пять наверное которые я нашел просто поисковики вбив мобильный робот в основном что хотел показать то что мобильные роботы бывают во-первых разные во вторых у них очень много различных платформ то есть есть платформы которые на колесах есть на гусеницах это мы можем отлично представить вам перед всеми выступлениями показывали видео в котором были шагоходы то есть такой вид роботов тоже имеет место и на самом деле довольно распространен я в основном буду рассказывать про мобильные роботы как раз таки на шасси на колесном и на гусеничном потому что они ну скажем мне так более привычные с ними все же работу системы прототипирования собственно о чем тут немного речь то что ну вот например те роботов которые вам показывали в начале они не скажем так фабричного производства то есть над ними работают серьезно какие-то команды вкладывают в это огромное количество времени средств и чего-то такого но оказывается что даже обычным людям которые резко захотели заняться роботехникой в принципе это не сложно сделать все что нужно это закупиться определенными детальками и знать что с ними делать собственно для того чтобы уже работать с каким-то инвекционным системам нам нужно чтобы это нечто что сможет эти инвекционные системы контролировать то есть это по сути некоторое программное обеспечение с помощью которого мы можем говорить типа да с роботом что-то случилось собственно самая распространенная именно система прототипирования для мобильных роботов именно вот для такого скажем так домашнего производства это розбери пайм и ардуино то есть ардуино у нас это небольшая плата но наверное раза в три больше чем спичный коробок вот это сам распространяю ардуино у нас розбери пай чуть-чуть побольше по факту они выполняют практически все те же самые действия что и компьютер по крайней мере розбери пай точно по возможности превосходит ну допустим первый компьютер которые появлялись но у них есть дополнительная возможность такая которая позволяет прикреплять к нему кучу сенсоров датчиков шилдов которые их функционал очень сильно разветвляют и так далее ну собственно первое показано собственно ардуино у на вторая розбери пай среда программирования ну как я сказал для того чтобы мы могли как-то работать со всем этим нам нужно кого это программа освещения нужно о чем-то написать вот самый простой способ это использовать ну в данном случае это ардуино и да и судя по некоторым людям в зале они видимо с этим знакомы с помощью подобного программа освещения мы пишем какой-то код выполняем его на системах прототипированных то есть мы его заливаем на тоже ардуино или на розбери и можем выполнять какие-то еще либо действия по крайней мере вот кроме ардуино и да и я в своей работе еще использовал процессинг для вывода различной информации возможно я сюда вставил слайд с его изображением как говорил есть различные шилды шилд возможно слово достаточно новое что он означает это небольшая тоже плата по размерам примерно похожая на размер собственно ну тоже ардуино допустим в принципе они для розбери делаются очень похожими эту плату когда присоединяешь у нас функционал сильно увеличивается ну здесь по крайней мере показаны только все шилды которые необходимы для роботов но по факту их достаточно много и в принципе просто их обозревать это тоже займет определенное время то есть это не знаю допустим вай фай шилд то есть мы можем общаться стоим с теми же роботами по вай фай по блютузу можем пересылать сообщение электронную почту есть специальные шилы которые умеют делать все это сразу но и правда очень дорогие и для домашнего производства скажем так не сильно пригождаются но тем не менее там тоже определенный такой интерес есть здесь же изображены это сенсор шилд и мотор драйвер шилд они для робота как раз будут иметь особое значение по очень простой причине без моторов мы не можем управлять собственными моторами у нас робот никуда не поедет если он не поедет то это будет не мобильный робот лекция у нас мобильным роботом только посвящена и сенсор шилд он на функциональность именно вот с точки зрения подвижности влияет мало он нужен скорее для того чтобы робот выполнял какие-то свои другие функции которые в него вложен то есть например измерял температуру в помещении вот здесь бы он очень пригодился потому что мне вот очень холодно не знаю как вам двигатель ну собственно про них речь только что жена была скажу опять же что здесь существует очень много различных двигателей но если мы заглядываем именно на сегмент вот домашнего такого производства там в основном у нас имеет большое преимущество вот такие вот двигатели вот можно увидеть небольшой двигатель с колесиком вот именно он наиболее распространен по очень простой причине он очень дешевый и в то же время он ужасно косячный ужасно косячный с точки зрения именно навигации собственно почему я начал в один момент заниматься этой проблемой по сути все очень просто когда мы собираем какого-то робота то есть у нас есть кучка деталей куча двигателей провода батарейки так далее мы все это вместе совмещаем все это делаем правильно для того чтобы это так или иначе поехала пишем вот это пво запускаем робота все круто он едет мы наблюдаем там один метр едет второй метр едет метр едет все хорошо наблюдаем расстояние там метров пять и он резко уходит вправо резко уходит влево начинает вилять или что-то такое это как раз таки проблема связана с по крайней мере вот с этими двигателями просто на них она очень хорошо заметна и эту проблему на самом деле решает очень по разному то есть есть производители ну допустим тоже лего они используют двигатели у которых точно задается их позиционирование количество поворотов двигателя вокруг своей оси задается насколько я знаю и вот все в таком духе то есть там очень сильный контроль с точки зрения по несмотря на то что пишется но скажем так достаточно проще гораздо чем на том же ардуино но тем не менее самой проблемой это не убирает у нас в любом случае могут возникать какие-то дефекты связанные с работой робота причем они могут возникать не зависимости от того насколько мы хорошо им с альпо а зависимости от того что ему встретилось какое-то неожиданное препятствие или кочка или не знаю там он врезался во что-то и так далее все это может повлиять на работу робота и это все нужно как-то контролировать контролирует обычно как раз и с помощью навигационных систем они для робототехники имеют очень различные даже вид насколько их по-разному решают а ну да что то еще и тут как раз сенсоры шилды которые применяются и тут указан один из сенсоров которые используются иногда для решения проблем с навигацией робота это ультразвуковой сенсор он по сути датчик расстояния то есть он определяет какое расстояние ему нужно еще проехать чтобы врезаться в стенку для всех датчиков существует определенная такая диаграмма направленности вы ее видите на картинке в правом верхнем углу на этой диаграмме показано то что у датчика есть определенная сфера в которой он во-первых видит какие-то данные а во-вторых насколько качественно он их видит в зависимости от угла под которым он на это смотрит естественно датчики эти не идеальны то есть даже если например тот же сам ультразвуковой датчик вам покажет какое-то расстояние оно с определенной погрешностью будет неправильно вот это вот вообще проблема то что нет никаких идеальных устройств с помощью которых мы можем точно сказать что происходит на самом деле эта проблема всегда будет встречаться когда вы работаете с любыми устройствами то есть ничего идеального нет датчиках в роботах так далее все это решается с помощью целой системы методов здесь как раз таки переход к навигационной системе с какой точки зрения как обычно ее можно представить что такое навигация то есть там взялась где-то там в корабле строение когда нужно было по звездам создать пусть проложить его куда-то и так далее то есть в эту историю углубляться я конечно же не буду она может быть и интересно но не про роботов далее это как раз идет та навигация которую мы встречаем уже в реальной жизни это навигация с помощью спутников навигация с помощью самолетов и в самолетах в машинах которые мы ездим и вот здесь на самом деле все это имеет большое применение именно с точки зрения робот техники поскольку все принципы которые соблюдаются в спутниках в самолетах в машинах все те же самые принципы работают и в роботах и аналогично наоборот то есть если мы придумаем какую-то систему которая работает для робота то эта же система будет работать для всех подобных машин том числе не знаю на мкс может там поставить эту систему она там будет работать собственно но здесь нужно отметить факт небольшой то что у этих систем разная функциональность немножко это раз и два у них очень разные размеры то есть можно представить размер допустим спутника а можно представить размер робота ну допустим вот который вы хотя бы видели на видео то есть они сравним уже с человеческим то есть и скорее всего они обычно которые строят и делают на разных выставках они куда меньше и впихнуть какую-то очень сложную систему в такой маленький объем уже становится сложнее на данном слайде я хотел показать одну очень интересную вещь то что проблема навигации нет только с помощью разных именно методов которые приемлемы для спутников и самолетов кораблей так далее применять но и некоторые свои очень приятные особенности вот я уже начал говорить про ультразвуковые сенсоры их как раз таки применяют очень активно поскольку я бывал на нескольких выставках если там были роботы не олеговский это не знаю с моей точки зрения очень важно роботы которые построены именно вот на ардуино допустим или на розовый пай в большинстве своем они содержат ультразвуковой датчик поскольку принцип его действия очень прост очень легко запрограммировать движение робота в зависимости от подобного датчика то есть очень ну на самом деле перед нами расстояние там 30 метров едем перед нами расстояние метр едем перед нами расстояние 5 сантиметров а может уже стоит это остановиться или повернуть это зависимости от того что нам нужно может наоборот надо стенку таранить мало кроме ультразвуковых датчиков используются некоторые другие еще один очень часто распространяю распространенный тип это а инфракрасные датчики светоидиодные индикации или что-то в этом роде как это работает и как это выглядит в жизни на тех же выставках у нас очень распространены это езда по линии то есть у нас на полу нарисована какая-то линия робот сканирует ее и в зависимости от того что она не нарисована он делает вывод ехать прямо ехать назад влево вправо и так далее вот этот на самом деле момент он очень пригождается уже не только в робот технике но и в каком-то производстве то есть если у нас есть какой-то завод которым очень много автоматизировано и ромб как раз допустим какие-то погрузчики они могут ездить именно по линиям и по факту они в некоторых заводах так и делают и что там автоматически все делают принцип их действие абсолютно то же самое что и в роботах которые ездят на выставках это все с помощью датчиков которые анализируют состояние среды скажем под ними чаще всего это датчики освещенности то есть определяют под ними белая поверхность темная поверхность почему чаще всего это опять же возвращаемся немножко на пять минут назад наверное датчиков идеальных не существует и датчики освещенности даже если они у вас есть их нужно долго настраивать перед тем как вы с ними начнете нормально работать делать датчики которые реагируют отдельно на красный цвет на синий на желтый и так далее подобные естественно есть но их настраивать еще сложнее естественно ну и да тут на слайде изображен еще один прикольный момент это уже контроль пространства вокруг себя за счет камер на самом деле с камер работать чуть сложнее для подобных роботов поскольку они скорее всего потребуют тут же включение постороннего какого-то обработчика то есть в принципе пристроить эту же камеру к роботу никаких проблем не существует все датчики по сути можно прикрутить одними способом проблема в том что если мы начнем писать программное обеспечение для того чтобы этим всем управлять она займет большое старым скажем так пространство и ему нужно будет большое количество вычислительной мощности для мобильных роботов объем самого робота имеет очень большое значение потому что от этого зависит собственно какие двигатели поставить какие батарейки использовать сколько их использовать а если мы используем какие-то батарейки то это автоматически увеличивает массу робота это автоматически увеличивает опять же те двигатели которые нужно чтобы эту массу вообще продвинуть и если чем чем больше в общем мы на него пихаем тем сложнее становится тем сложнее одной допустим ардуинки все это на себе крутить потому что у роботов собственно ограниченная память то есть вот например раньше программисты очень не ценили память которая им давалась сейчас к сожалению подход немножко другой и это на самом деле очень плохо поскольку если человек привык допустим писать на том же си плюс плюс там прикручивать обработчики исключений бла-бла-бла все это очень хорошо но как только он переходит в программирование роботов он тут же встречается с тем что если он прикрутит все еще одну дополнительную функцию она уже на робота не зальется почему не хватает памяти память нужно очень хорошо контролировать и следить всегда за этим опять же с точки зрения питания для того чтобы писать питать ардуино кстати это в принципе она питается от 5 вольт то есть можно там день 4 батарейки обычные пальчиковые пристроить у нас будет питаться ардуинка датчики некоторые как только мы переходим к датчикам более сложных например в той же камере питание естественно возрастает несмотря на то что у нас все датчики вот подобного типа они как правило сделан таким образом чтобы их было легко прикрутить кардуин или разбери и все они питаются по сути от 5 вольт но когда датчиков много питания не хватает батарейки сажаются очень быстро тут на самом деле в принципе даже объяснять ничего не нужно думаю уже встречали батарейки которые сажаются буквально за минуту как только их включил и все фотоаппарат ставил пять фоток сделал все фотоаппарат зато с роботами примерно то же самое происходит все это нужно как-то определенным образом решать и решает как правило с помощью каких-то внешних источников то есть например вот я говорил что использовал процессинг он использовался для простой причины я на него передавал данные процессинг установился на обычном компьютере он эти данные автоматически обрабатывал и устраивал мне какие-то диаграммы для камеры использовался например тот же самый подход камера передавала изображение на компьютер и уже обрабатывает что происходит на самом деле с роботом то есть по сути это действует всегда так но существует выход именно которому больше посвящена именно данная презентация это использование специальных датчиков то есть не всяких камер ничего такого что используют данные внешней среды датчики которые основаны собственно на акселерометре и гироскопе для ардуино естественно они тоже разрабатываются и по сути то как действуют эти датчики оно очень похоже на принцип действия тех же акселерометр гироскопов разных более совершенных технических устройствах то есть те же спутники и самолеты я не просто так вспоминаю потому что принцип работы что одного что другого часто очень совпадает и на самом деле когда знакомишься с этими датчиками вот например которые тут у меня изображены оба этих датчика что акселератор что гироскоп у нас могут быть включены в одну микросхему некоторые специально существует что на одной плате помещают сразу несколько датчиков и поскольку питается все от тех же 5 вольт это очень сокращает во первых объем питания который нам необходим для того чтобы двигаться робота и чтобы питание не просела внезапно так быстро и на самом деле обеспечивает некоторое удобство даже с точки зрения программирования хотя помочь точно придется почему придется это как раз так часть лекции которые я выкинул из этой презентации это огромное количество математики может быть успеем ее затронуть сегодня в зависимости от того сколько времени уже съем и здесь на самом деле можно переходить немножко к тому как с ними работать в принципе работа заключается в двух этапах первый это правильно все подсоединить то есть плюс закинуть на плюс минус закинуть на минус сигнала закинуть на сигнал как только ты начинаешь разбираться как все это подключать это очень просто вторая часть работы гораздо сложнее это заставить все это работать правильно потому что очень легко получить сигнал с датчика который подключен вот подобным образом как вот на схемке то есть у нас есть датчик питания из по сути ардуинка ну и в данном слайде еще подключена bluetooth соединение кто-то работает ведь вот не так кнопка вот этот вот датчик допустим он у нас отвечает за то чтобы мы могли передавать данные на культуз по bluetooth и с помощью него допустим мы как раз передаем данные на компьютер то есть с этим все легко делается вот это вот это тоже самое ардуино то есть вы помните вот по моему это второй или третий слайд был на котором розбери пай и ардуино были показаны вместе ардуино который показан здесь это ардуино на на она она уже меньше гораздо ну к примеру такой тоже небольшая платформа которая обладает практическими теми же самыми возможностями только в два раза меньше состояние то который может использовать это ардуинка меньше объем устройств который можно к ней подключить ну и все в таком духе естественно но для того чтобы работать всего лишь с одним датчиком его более чем хватает на самом деле ну и небольшая платка на которой у нас установлен как раз акселерометр и гороскоп и за счет того что платка небольшая все это можно легко поместить на мобильного робота и от этого вес его особо не пострадает и все остальное будет очень хорошо казалось бы пока не начнешь программировать вот как раз ки тут больше имеет вес вот та самая математика какой точки зрения по сути у нас что такое акселерометр и гироскоп гироскоп нам показывает по сути угловое какие-то угловые изменения с роботом то есть он поехал наверх вниз начал переворачиваться вокруг своей оси или что угодно с ним там еще может произойти то есть насколько он повернулся градусов ту или иную сторону с этим гироскоп как раз таки и работает акселерометр это с каким ускорением он начал все это делать ускорение в основном уже рассматриваются именно в определенную сторону возможно есть удалил кажется этот слайд или он где-то дальше собственно как это немножко работает у нас в датчиках как раз таки показаны существует так скажем некоторые моменты масс то есть внутри них какое-то массивное тело массивное но с точки зрения математики потому что по факту это даже несколько миллиграмм которая ударяется скажем о стенке объекта и за счет того что они ударились мы можем измерить силу этого удара и в какую именно из стенок собственно этот эта масса ударилась мы можем также мерить положение достаточно точно с точки зрения таких датчиков вот этого массивного тела и за счет этого высчитывать что с ним происходит то есть нам всю эту информацию на самом деле датчик выдает и тут нужно эту информацию правильно показать то есть во первых нам эту датчик нужно правильно настроить изначально так чтобы у нас не оказалось что зад движение вперед и движение назад это совершенно разные вещи нужно указать что вот вперед это вот там а влево вот в ту сторону и так далее то есть все это изначально нужно как-то задать а кроме того нужно те сигналы которые он нам передает правильным образом обработать для этого у нас как раз таки куча библиотек используется причем в основном если мы имеем дело именно с такими домашними все это нужно дописывать сами по сути то есть мы сами пишем обработчик то есть он нам показывает там наклон влево 10 означает ли это 10 градусов совершенно нет это означает какую-то его сугубо позицию относительно на каких-то своих данных по сути у нас в таком случае возникает вопрос как в обычный вид и это решается с помощью как раз той сложной математики про которую я говорил тут слайд ей как раз таки посвящен и тут на самом слайде это все очень хорошо всего лишь показывает там пару функций и самолетик с помощью которого можно как раз таки наглядно видеть что на самом деле происходит на какой угол куда у нас что повернулся тот момент ради которого собственно я намекал то что датчики все шалят верить им нельзя данным верить тоже абсолютно нельзя и если у нас даже есть какой-то сенсор который нам показывает ну допустим движение вперед с каким ускорением мы двигаемся вперед это ускорение всегда будет меняться и если смотреть на данные вот слайд на самом деле не сильно удачный поскольку у меня других картинок не сохранилось эти данные вот примерно такие вот вот как кардиограмму снимают вот точно так же там все бегает этим данным по ним работать с роботом нельзя и с ними нужно предварительным образом поработать работают с ними с помощью векрации что делал с помощью фильтров эти данные сглаживают то есть если у нас вот есть такая вот диаграммка ее делают плавной то есть у нас получается что у нас робот не виляет из стороны в сторону на самом деле а по сути едет вперед фильтруют с помощью разных абсолютно алгоритмов самые распространенные скажем так это комбинаторный по очень простой причине он самый легко программируемый и фильтр калмана ну потому что среди математиков этот фильтр считается одним из самых устойчивых то есть если комбинаторный у нас берет данные с одного датчика берет данные со второго датчика и такой говорит этим данным верим больше этим меньше но по сути мы их складываем с определенными суммами фильтры калмана берутся данные с одного датчика и затем они улучшаются со временем то есть в самом начале он работает очень плохо но буквально где-то в течение 10-100 итераций он у нас показывает практически истинное положение дел за счет того что у этих данных есть своя определенная проверка то есть фильтр на сначала говорит мы поедем туда потом сверяет действительно ли робот поехал туда и зависимости от этого он улучшает свою каждую следующую оценку но углубляться в это опять же наверное не стоит тем более наверное уже и 30 минут прошло поэтому если я что-то рассказал плохо или очень сумбурно предлагаю задавать вопросы